Доброго времени суток! Сегодня я вам расскажу о страшных местах нашего мира. И первой историей будет Селезианская школа, США. Селезианская католическая школа для мальчиков находится в городке Гошен, штат Нью-Йорк. Учебное заведение было открыто в 1931 году в стенах старинного особняка и просуществовало чуть больше полувека. В 1985 году здание было признано ветхим и школу закрыли, но в ее истории осталась одна тайна. Ночью 9 августа 1964 года 9-летний Пол Рамос упал с крыши учебного корпуса и разбился насмерть. Персонал школы всячески избегал сотрудничества с полицией, а основные записи Пола без вести пропали при загадочном пожаре. Следствие зашло в тупик. И дело пришлось закрыть, сославшись на несчастный случай. В 2003 году один любопытный следователь заострил свое внимание на деталях и предположил, что это не трагическая случайность и даже не самоубийство. Расстояние от места падения до школы было довольно большим, и эксперимент подтвердил, что его не удалось бы преодолеть даже с разбега. А значит, что-то толкнуло мальчика с нечеловеческой силой. Существует подозрение, что и личный дневник Пола пропал не случайно. Возможно, именно в нем был ответ на самый интересный вопрос. Что 9-летний ребенок делал ночью на крыше католической школы? Есть сведения, что в XIX веке здесь уже происходили похожие обстоятельства. Но тогда жертвой оказался горожанин, случайно сорвавшийся с этой же крыши. Подробности до нашего времени не дошли. Так официальные документы были зачем-то уничтожены. Создается впечатление, что Пол является лишь апогеем цепочки каких-то мистических событий, намеренно скрытых от общественности. Ночью через пробитые окна можно узреть силуэты мальчиков. А когда проходишь внутрь, то еще и слышат голоса детей. И есть и такие смельчаки, которые пролазили в школу ночью, уверяют во встрече с целой группой призраков. Они ходят на учебу в классы, играют в коридорах, на улице. Между тем, на это время территория покинутой Селезианской школы невероятным образом принимает былой вид. Будто в ней еще учатся дети. Кто-то говорит, что стал свидетелем ужасных происшествий. Человек постепенно подходит к краю, после чего под воздействием чего-то мощнейшего толчка устремляется вниз. При этом ни тело, ни каких бы то ни было прочих следов падения снизу не остается. В настоящий момент строение заброшенной находится под охраной. Ходят слухи, что школу планируют снести, чтобы на ее месте построить библиотеку. Суеверные твердят, что в развалинах живет какое-то зло, которому поклонялись и приносили жертвы. И даже снос старинного здания не заставит его покинуть эту территорию. Следующий факт будет в Литве. Гора Крестов Священная гора Крестов – это холм, находившийся в 12 километрах от города Шауляй. Общее количество крестов, находящихся здесь, превышает 50 тысяч. Но, тем не менее, это вовсе не кладбище. Гора Крестов находится на месте древнего городища и, по поверью, чтобы обрести в жизни удачу, нужно оставить здесь крест. До сих пор никто не может сказать, в каком столетии точно появились это странное место, и уж тем более невозможно объяснить природу таинственного обмена крестов на благосклонность фортуны. Но ежегодно тысячи людей совершают на этом холме своеобразное паломничество. По легенде, на холме когда-то стоял монастырь, по неупомянутым причинам провалившимся под землю. У одного из жителей деревни, что находилось немного подальше, тяжело заболела дочь. Местные знахари никак не могли помочь, и отец заболевший решил поставить крест на намаленном месте. Через несколько дней ребенок абсолютно выздоровел. После этого пошла молва, что место обладает чудодейственной силой, способной лечить даже безнадежных больных. Холм очень быстро обрастал крестами, и для новых символов здоровья и счастья оставалось все меньше свободного места. Со временем, когда пространство осталось лишь для узеньких тропинок, новые кресты в больших размерах стали вкапывать между старых, а маленькие приставлять к более высоким. Некоторые исследователи считают, что до крещения Литвы в XIV веке на этом холме находилось языческое капище, традиции, которые напоминают лишь пережитки прошлого, бережно передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней, образовав народную религию. А лишь этим термином можно объяснить водруженные католические кресты на месте, где когда-то проводились языческие обряды. Согласно этой версии, гора крестов является ровесницей литовского католичества. Косвенным подтверждением этой теории является интересный факт. Резной орнамент классических литовских крестов имеет мало общего с крестьянской символикой, но зато присутствует очень много сходств с символикой языческого культа. В XX веке было предпринято несколько попыток уничтожить это место, чтобы прекратить языческое паломничество. Кресты нещадно сносили и увозили в неизвестном направлении, но каждый раз верующие приносили новые и подружали их на холме. В наши дни на холме святыни присутствуют кресты самых разных видов, от огромных деревянных, высоты до нескольких метров, до маленьких, нательных крестиков, гроздьями которых увешаны более крупные кресты. Среди этого множества попадаются уникальные экземпляры ручной работы, украшенные оригинальным узором, металлическим окаймлением, а то и вообще сделанные из подручных материалов. 7 сентября 1993 года во время своего визита в Литву Папа Римский Иоанн Павел II даже установил здесь распятие. Благодаря этому действу гора Крестов, хорошо известная в рядах католиков, обрела популярность и во всем мире. Количество паломников и туристов увеличилось в несколько раз. Сейчас люди посещают это место на счастье, вне зависимости от религиозных взглядов, ведь каждому хочется стать чуть более везучим, тем самым еще на шаг приблизив свою заветную мечту. Ну что ж, а мы продолжаем. Агегахара – лес самоубийц. На японском острове Хансю у подножия горы Фудия существует так называемый лес самоубийц под названием Аогегахара. Это загадочное место с древних времен имело зловещую славу и до сих пор считается одним из самых опасных природных мест на Земле. Его еще называют дзюкой – море деревьев. Как это ни странно и по-мистически устрашающе бы не звучало, но именно сюда приходится умубиться всех мастей, чтобы совершить суицид. В 1707 году извержение вулкана чудом не задело эту зону, как будто побоявшись чаще леса. Площадь аномального леса составляет 35 квадратных километров. С научной точки зрения сложно объяснить, почему именно сюда тянет тех, кто решил свести счеты с жизнью. По всей видимости, ученым еще предстоит раскрыть эту тайну. Пока достоверно известен лишь тот факт, что у подножия горы Фудзи, в лесу сумоубийц, не действует компас. Там наблюдается сильнейшая магнитная аномалия, которая, по всей видимости, имеет колоссальное воздействие на человека. В окрестностях леса, в магазинах и аптеках не продаются веревки, колющие и режущие вещи, а также опасные медицинские препараты. Зловещая слава лесной чаще известна далеко за пределами Японии. По этой причине туристы проходят специальный инструктаж перед тем, как попасть туда. На всех широких тропах установлены камеры, отслеживающие потенциальных смертников. На многих деревьях, в чаще Агиахара, в лесу сумоубийц, развешаны телефоны доверия для тех, кто не смог решить свои жизненные проблемы. Стоит кому-то из местных жителей заметить подозрительную личность, как сразу же совершается звонок в полицию для того, чтобы предупредить хранителей правопорядка о готовящемся покушении на собственную жизнь. Кстати говоря, до начала XIX века в лесу бедные японцы вывозили своих детей или стариков, которых они не могли прокормить, а лесом убить поглощал их, как хищник-жертву. Равнины зеленых деревьев имеют такие низины, которые совершенно поглощают звук. Мрачная тишина и влажный воздух леса негативно воздействуют на психику человека, подавляя ее. Побывавшие там путешественники описывают лесную чащу, как нечто чрезвычайно мрачное, величественное одновременно. Глубочайшая могильная тишина вокруг и отсутствие малейшей живности, звери здесь не живут, вызывают чувство необъяснимого страха. Всюду видны камни и пещеры, а деревья растут только по кривой. Ровный ствол совершенно невозможно найти. Перед самым входом на территорию леса висит табличка приблизительно такого содержания. Ваша жизнь является самым бесценным даром, который вы получили от родителей. Подумайте о своей семье. Не страдайте в одиночестве. Позвоните нам по телефону 22 01 10. Интересным фактом является то, что лесы Муйбит считаются вторым местом по количеству жертв, уступая лишь золотым воротам в Калифорнии. Ежедневно здесь регистрируют около 100 смертей. Из Токии и многих других городов жители страны восходящего солнца приезжают, чтобы повеситься, отравиться или скрыть себе вены. Следующее мистическое место – Тихий океан. Море дьявола. Море дьявола или Треугольник дьявола – область в Тихом океане, находящаяся у японского острова Мияки-Дзима, в которой необъяснимые явления и странные события происходят почти так же часто, как и в Бермудском треугольнике. За последний век в архивах накопилось внушительное количество свидетельств об аномальности этой зоны. С давних пор здесь пропадали мелкие рыбацкие судна, но впервые на проблему обратили внимание лишь в 1953 году, когда всего за полгода здесь бесследно пропали три японских корабля. А насторожило японские власти то, что во всех трех случаях корабли внезапно исчезали с радаров, даже не успевая подать сигнал СОС. В 1954 году в это место отправили научно-исследовательское судно. Двое суток с кораблем поддерживали постоянную связь, но потом он неожиданно пропал так же, как и предыдущие. В 1955 году Япония официально признала море дьявола опасным для судоходства и настоятельно рекомендовала морякам обходить стороной злополучную зону. В 1977 году над аномальной зоной пролетали три истребителя. Хорошая видимость и спокойная погода не предвещала беды. Они уже выполнили боевое задание и возвращались на базу, как вдруг два истребителя пропали с радаров. Несмотря на все старания диспетчера, связь с ними была безвозвратно потеряна. Третьему летчику, что находился на связи, поступил приказ разведать обстановку по мере возможности оказать помощь своих сослуживцам. Через минуту летчик доложил, что видит впереди сферическое красное сияние, источающее яркий свет и мешающее ориентироваться по приборам. Еще через несколько мгновений диспетчер услышал крик, после чего связь с пилотом оборвалась, а самолет также пропал с радара. Остров Миякодзима является вулканическим, и последнее извержение произошло на нем в 2000 году. По аналогии с ним, ученые предполагают, что на дне моря Дьявола находятся активные вулканы. Их извержения не только создают мощнейшие тайфуны, но и поднимают с морских глубин газы, создающие удивительные явления – световые вспышки, бурление моря, изменение цвета воды. В уфологической литературе можно найти утверждение о том, что в море Дьявола встречаются корабли-призраки и НЛО. Так это или нет, но ясно одно – эта зона является смертельно опасной, и в любом случае таинственный источник ее аномальности находится в темных пучинах океанов. Ну что ж, и снова вернемся в США. Дорога в никуда. В штате Нью-Мексико, недалеко от Альбукерки, есть автотрассы, о которой местные жители называют «дорогой в никуда». Начиная с 2000 года, только по официальным данным, бесследно исчезли 17 проезжавших по ней человек. Полиция штата и Управление по туризму долгое время не желали говорить о 15-километровом отрезке шоссе, где таинственно пропадали отдельные водители, а в некоторых случаях и целые семьи. Но вскоре мистические исчезновения людей довели эту ситуацию до критической отметки, и замалчивать факты стало просто невозможно. Дорога буквально проглатывает людей. Она ведет к горному массиву Сан-Матео, где и заканчивается. Зачастую туристы хотят проехаться по трассе и полюбоваться красивым видом. Но с возникновением дурной славы автотрассы количество желающих немного поубавилось. Местные водители вообще советуют не рисковать и держаться от нее подальше. На повороте, перед началом этом таинственного участка, есть небольшое кафе, которое посещают туристы, прежде чем отправятся в дальнейшее путешествие. Некоторые из них уезжают и больше не возвращаются. Поисковые операции не переносят никаких результатов. «С этой дороги никуда не свернуть», говорит патрульный Роберт Келли. А вокруг нет ничего, что могло бы показаться опасным. Такое впечатление, что люди просто растворяются в воздухе. Официантки и повара кафе рассказывают, что к ним иногда приходят посетители и с расспросами об исчезнувших друзьях и родственников. Один такой случай произошел с целой семьей из Чикаго, с супругами Милли и Томасом Волдрук, и их детьми, сыном Джо и дочерью Лайзой. Милли сказала, что отлучится на полчасика, прокатится по дороге с детьми, пока муж читает газету за чашечкой кофе, вспоминает владелец кафе. Она предупредила, что вскоре вернется, но так больше и не появилось. Многие сыщики, ученые и даже экстрасенсы пытались разгадать тайну исчезновения людей, но все их попытки оказались тщетными, и злополучная дорога получила эпитет сухопутного Бермудского треугольника. Там же, США, дом Ужас Амитивиля. Ужас Амитивиля – роковой особняк поселения Митивиль, 1924 года постройки, расположенный на юге штата Нью-Йорк, по адресу Ocean Avenue 112. За 50 лет своего существования это здание ничем не выделялось среди многих других. Свою зловещую славу дом обрел благодаря вопиющим и жестоким событиям, что легли в основу многих известных художественных и документальных произведений. Утром 13 ноября 1974 года в этом доме была истреблена семья Дефео. Родители и их дети были застрелены в собственных постелях. Двумя выстрелами был убит Рональд Дефе-старший. Луиза Дефео пережила мужа всего на несколько секунд. Ее застрелили следующей. После этого убийца вышел из родительской спальни на втором этаже дома и направился в комнату детей. Мальчики Марк и Джон были застрелены в упор. 12-летний Марк скончался мгновенно, а 9-летнему Джону повезло меньше. Ему перебило спиной мозг. Две девочки, 13-летняя Элисон и 18-летняя Дон, были убиты выстрелами в голову. Рональд Дефео-младший, единственный, кто остался в живых в этой бойне, был арестован по подозрению в убийстве. 19 ноября 1975 года Рональд Дефео-младший был признан виновным в убийстве шести человек и был приговорен к 150 годам заключения. В этом деле осталось много неясного, включая мотив преступления. Зачем Рональд убил свою мать, который столько раз защищал ранее от побоев отца? А зачем он убил братьев и сестер? Соседи и знакомые семью утверждали, что Рональд был очень привязан к маленькой Элисон и младшему брату Джону. Еще одним странным фактом было и то, что никто из членов семьи не пытался защититься или спастись бегством. Хотя громкие выстрели из Винчестера с некой периодичностью раздавались в доме около пяти минут. Все убитые лежали лицом вниз, словно неведомые силы, прикованные к полу. Следствие заключило, что тела не переворачивались, а анализ крови жертв не выявил следов снотворного. Чтобы понять суть происходящего, вернемся в 1644 год. В районе, что сейчас называется Лонг-Хайленд, между голландскими поселенцами и индийскими племенами были весьма непростые отношения. Причиной конфликтов являлась территория, на которой находилась голландская колония. Така Пауша, вождь индейцев Мисапикуа, утверждал, что эти земли были сданы колонии в пользование, а не отданы безвозвратно. Оппоненты придерживались в корне противоположного мнения. С каждым днем обстановка только ухудшалась. Так как краснокожих он вообще за людей не считал, то индейцы боялись его как огня. Сначала Джон со своим отрядом отловил 7 индейцев, которых подверг изощренным пыткам и публичной казни, обвиняя несчастных в краже свиней. Затем заманил в западню и убил еще около 20 индейцев. Их тела были погребены в братской могиле в Фортнеке. Когда год спустя на участке Фортнек прокладывали дорогу, которая проходила рядом с братской могилой, захороненных решили переместить в другое место. Из земли извлекли останки 24 человек. С учетом того, что индейцы далеко не первые, кого здесь хоронили, то костей заметно не хватало, но найти их так и не удалось. Как это относится к событиям, развернувшимся в доме Амитивиля? Старое индейское захоронение находилось в миле от особняка, да и по показаниям Рональда, убить всех родных ему приказал дух индейца. После всего случившегося, проклятый особняк был выставлен на продажу. Но и на этом история не закончилась. Чуть позже Джордж Лутс, женой Кэти, приобрели этот дом по весьма низкой цене. В отличие от других покупателей, история этого места их ни капли не пугала. 18 декабря 1975 года они заселились в новое жилище вместе с двумя сыновьями, маленькой дочерью и собакой. Но необъяснимые звуки по ночам, постоянный запах гниющего мяса и другие мистические явления заставили семью Лутс бежать из узыбняка ровно через 4 недели, оставив в нем все свои вещи. Кто является владельцем ужаса Митивилля сейчас? Неизвестно. Ну что ж, перейдем к Парижу. Катакомбы. Франция. Катакомбы Парижа – сеть подземных туннелей длиной полтора километра на месте древних римских каменоломен под Парижем. В период с конца XVIII века до середины XIX века сюда были сведены останки около 6 миллионов человек. Общая площадь подземного кладбища – 11 тысяч метров квадратных. В наши дни катакомбы являются частью музея Карнаваля и открыты для посещения. Большинство каменных разработок Парижа находятся в левом берегу Сены. Поначалу добычу камня вели открытым способом, но к концу X века его запасов стало не хватать. Первые подземные разработки известняка находились под территорией современного Люксембургского сада, когда Людовик XI пожертвовал землю замка Баверт, для вырубки известняка. Новые шахты начинают открываться все дальше и дальше от центра города. Это районы нынешнего госпиталя Вальдеграсс. В 1259 году монахи близлежащего монстыря приспособили пещеры под винные подвалы и продолжили подземные разработки. Расширение жилой части Парижа в эпоху Ренессанса привело к тому, что в XVII веке земли над каменоломнями оказались уже в черте города, а значительная часть жилых районов фактически повисла над пропастью. Самыми опасными местами были пригород Святого Виктора и улица Сен-Жак, а также Сен-Жермен-де-Пре. В апреле 1777 года король Людовик XVI издал указ о создании генеральной инспекции каменоломен, которая существует и поныне. А за более чем 200-летний период работниками этой инспекции проведена колоссальная работа по созданию укрепительных конструкций, способных задержать или даже полностью предотвратить постепенное разрушение подземелья. Проблема укрепления, вызывающих опасения участков подземной сети, решается одним, но требующим значительных финансированным способом все подземное пространство заполняется бетоном. В результате бетонирования исчезли такие памятники истории, как гипсовые каменоломни на севере Парижа. И все же бетонирование является временной мерой, потому что подземные воды с сены рано или поздно найдут выход в других местах. По сложившейся христианской традиции усопших старались хоронить на прилегающей к церкви земле. В начале периода Средневековья католическая церковь всячески поощряла захоронение возле церквей, получая немалые прибыли за отпевание умерших и за места на кладбище. Поэтому христианские кладбища располагались в центре населенных пунктов не только в Париже, но и по всей Европе. Ну что ж, а напоследок три самых устрашающих места. Первое место – музей пыток. Это самая страшная достопримечательность на Бдинах. Здание находится под землей. Раньше там была тюрьма, где заключенных казнили и пытали. Только по стенам видно, сколько же тут погибло при пытках. В музее есть не только орудия пыток, но и сцены, как пытают. Естественно, в роли палачей и казненных стоят, бегают, прыгают, лежат войсковые фигуры. Второе место – остров Кукол в Мексике. Большую часть острова занимают старые куклы. Зачем же они здесь? Возникает вопрос. Ответ на это есть. Еще в 1950 году некий одинокий Хулиан пытался таким образом успокоить душу девочки, которая умерла где-то поблизости. Он рылся в помоях, на свалках, лишь бы найти любую куклу, повесить ее на дерево. Вскоре кукол набралось большое количество, а Хулиан к тому моменту умер. Утонул. Сейчас на острове водятся экскурсии. Туристы тем самым берут с собой ненужных кукол и вешают их на дерево этого слегка мрачного острова. Ну и наконец, церковь Святого Георгия. Церковь находится в деревушке Луково в Чехии. Когда-то, в 1960 году, во время церемонии обрушилась крыша. Естественно, все погибли. Церковь не стали ремонтировать. И так вот она пустовала, пока художник Якуб Хадраба не населил в нее скульптурных людей, которые были в белых одеяниях, а лицо было закрыто. Ну представьте, что на них накинули белую простыню. В общем, жуткое зрелище. Ну что ж, если вам нравится такой формат, ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте писать комментарии. Ну а вам приятного вечера. Субтитры сделал DimaTorzok